Борьба не довершена. Запад не намерен признавать свой опыт. И нужно признать, что он будет бороться за свою гемониум всеми возможными средствами. Если бы им удалось сделать то, что они хотели в России, то в Белоруссии было бы кошмар. Зеленский не может воспользоваться никаким шагом, потому что он не считает студентом в полном смысле этого слова Украины. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Год, можно сказать, уже почти завершился, а значит, можно осторожно подводить его итоги, скажем так. На первый взгляд, в мире складывается, скорее, неутешительная ситуация. Я имею в виду, что, например, на начало года мы имели только один горячий конфликт в Украине, а сейчас в Новый год вступаем уже с двумя горячими конфликтами. Имеется в виду конфликт на Ближнем Востоке. И что самое интересное, Запад свое отношение к Белоруссии и России тоже не изменил и по-прежнему пытается разговаривать с нашими странами с позицией силы. Назовем это так. А как вы считаете, были ли какие-то положительные тенденции в уходящем году в плане международной обстановки? Если брать в плане международной обстановки, то самое главное положительное, что нужно отметить, это то, что провалился первый этап гибридной войны против России, Белоруссии. Ведь на Западе были абсолютно уверены в том, что Россия не убедит этого давления санкционного, что экономика ее обрушится. Были уверены в том, что им удастся совершить дестабилизацию политической обстановки в России по образцу февраля 1917 года под патриотическими лозунгами. И все это пошло прахом. Единственное, кстати, что Западу более-менее удалось сделать, это организовать полномасштабное наступление в руководных сил Украины. Оно, конечно, не привело к тем результатам, которые рекламировали, но я думаю, что никто и не ожидал таких результатов, которые рекламировали. Зеленский отработал положенный ему сценарий на все стопы. А вот остальной Запад на экономическом поле, на политическом поле провалился. Так что первый раунд остался не за Западом. Это уже хорошо. Да, вот вы сказали про первый раунд или первый этап вот этой гибридной войны. А каков, на ваш взгляд, будет ее второй этап? Ну, потому что надо думать, что на первом этапе она не закончится. Она, конечно же, не закончится. Какой она будет и как будет вестись? Это гадание на кофейной гуще. Мы сейчас не знаем планов и нашего генерального штаба, естественно, не знаем. А если бы каким-то чудом вы или я это узнали, то рассказывают, за такое к стенке ставят. А точно так же нам неизвестны планы натовского командования и командования вооруженных сил Соединенных Штатов. И главная, основная тенденция заключается в том, что борьба не довершена. Запад не намерен признавать своего противника. И нужно признать, что он будет бороться за свою гидридную всеми возможными средствами. Я полагаю, что сейчас это нереально. Насчет мировой войны. Насчет мировой войны – это все спекуляции. Критания спровоцировала мировые войны в условиях, когда был претендент, новый претендент на господство. Уникальность нынешней ситуации заключается в том, что нет такого претендента. Когда у нас рассказывают про Китай, который завтра заменит Соединенные Штаты, это тоже из разряда сказки «Детского сада». Сейчас ситуация иная. Сейчас гегемон объективно слабее и поднимается очень много государств, которые не желают ему подчиняться. И здесь мировой войной с каким-то одним центром силы решить такую проблему невозможно. Причем, говорят, Соединенные Штаты. Их цель – остаться на верхине кришевой почки. Но ни в коем случае не погибнуть вместе с Россией. Соответственно, сейчас будет развиваться тот самый сценарий хаоса. Мы с вами в одной из передач об этом говорили. И, кстати, не так давно, кстати, наш президент Владимир Владимирович Кутин сказал о том, что входящий гегемон пытается везде и всюду спровоцировать хаос. У гегемона сейчас нет возможности резко усилиться. Но у нее есть возможность резко ослабить остальных. А для этого очень полезна война, которая бы не затрагивала все обстановки гегемонов. Чем они сейчас усиливают и занимаются. В Европе уже одна такая война есть. На Ближнем Востоке уже есть. Раз уж мы заговорили об этих конфликтах, хотелось бы остановиться на одном из них. Ну, имеется в виду Украина. Вот это вот контрнаступление, которое рекламировали первые полгода, оно действительно провалилось. Об этом говорили уже не только в Украине, а везде, где только можно, включая ближайших ее союзников, скажем так. И, тем не менее, Украина упорно не желает признавать тот факт, что никакой перемоги, о которой они трубили в начале СВО, их не ожидает. Более того, насколько я понял, Зеленский недавно озвучивал такую цифру, что Генштаб просит призвать в ряды ВСУ от 450 до 500 военнослужащих. Удастся ли им это сделать, как вы считаете, с учетом того, что мобилизационный ресурс Украины, он в очень значительной степени истощен? Давайте не обольщаться. Мужского населения нового возраста, там есть возможность, кстати, понижать. Сейчас у них довольно высокая плантка, начальника. Более чем достаточно. Поэтому украинцев, которых можно послать на убой, к сожалению, еще очень и очень много. К сожалению, не в том плане, что их много, а в том плане, что их пошли. К счастью, что их много. Мы можем за это только рады, что украинский народ не обращен в ноль. Но вот эту вещь мы должны учитывать. Поэтому вот вся эта война, все эти боевые действия не от того, что Севернскому не хочется мира, Севернскому страшно захотелось в НАТО, Севернскому страшно захотелось воевать. Потому что те, кто его постаровал в пресс-вот президент, хотят этого. И нужно опять-таки признать, что господин Зеленский поставленный передним задачей выполняет очень эффективно. А вам не кажется, что это кресло, на которое он был усажен, под ним начинает пошатываться? Может быть, может быть. По той простой причине, что ставка на первом этапе делалась на то, что наступление ВСУ даст необходимый результат. Но не в том плане, что это наступление приведет к подгрому Российскому. Повторяю, в штабах Соединенных Штатов идиоты не водятся, я полагаю. Но мощное наступление подкрепленного дестабилизацией внутри России должно было привести к краху, к политическому краху российского государства. Санкции, политическая дестабилизация и на этом фоне мощное наступление. Тогда обрушивается фронт и тогда происходит та самая перемога, о которой говорили. Выходы в Крым и так далее, и так далее. Они рассчитывали на ту же самую ситуацию, как было в 22-м году. Невооруженные силы Украины добились того, что российские войска ушли из-под Киева и оставили огромные территории. Это стало результатом политических процессов в России. Вот на это и был расчет. И давайте-ка, вот вы говорили, что является главным достижением, а вот если брать штук в этом году главной угрозой для России, то главной угрозой для России было не наступление СССР. Главной угрозой для России в ушедшем году, в уходящем году, был митер Пригошник. Никто не забыл, что это событие по совершеннейшей случайности было прямо связано с началом наступления СССР. А вот теперь давайте представим, что если в российской власти им удалось купировать митер. Я не говорю подавить, подавления митежа не было, был именно купированный митеж. Что бы тогда произошло? Хаос в Москве, хаос на фронте, и вот тогда как раз те самые ВСУ, оснащенные натовской техникой, успешно продвигались бы вперед, но этого не произошло. Это была большинственная операция политических сил России и Белоруссии. Кстати, вот это была совместная операция, и здесь Россия и Белоруссия выступили плечом к плечу и вместе смогли предотвратить главу. Вот я абсолютно уверен, главный и самая страшная опасность, которую мы прошли в 23-м году. Почему я говорю мы? И Россия, и Белоруссия. Потому что если бы это удалось, если бы им удалось сделать то, что они хотели в России, то в Белоруссии было бы кошмар. Безусловно. Но вот эта политическая дестабилизация, о которой вы говорите, у них же будет, надо понимать, прекрасный повод, когда в России пройдут президентские выборы. Но тут же как пить, что называется, они будут его использовать для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Они постараются использовать этот повод, в этом нет сомнения. Но после того, как был купирован мятеж Пригожином, я думаю, что российские власти полностью готовы к подобному развитию событий. Кроме того, нужно понимать, что вот такие цветные перевороты, а это именно разряд цветных переворот, у них нужны не только мятежники в случае с Пригожиным, и не только массовка на улицах, как, например, сейчас в Сербии, или как мы видели на том запайдане и обязательными условиями являются еще два крайне обязательных условия, у которых все это бессмысленно. Первое, это во властных структурах должны быть сил, которые готовы снижать перевороты под прикрытие либо мятежа, либо уличных протестов, но вот без этой группировки, которая из-за кулис, всем этим манипулирует и готова к свержению государственного страя, никакой февраль 17-го невозможно, если бы не было генерала, если бы не было министр, если бы не было крупнейших предпринимателей, великих музей и так далее, готовых ко всему и так далее. И еще это было более даже важным. Народ. Вот народ в этом случае должен отшатнуться от вас. Когда народ перестает видеть его власти выхозительных своих и говорит, что сумма наоба ваша дома нас не касается, вы видите его все ясным планом, вот тогда такой переворот невозможно. Но я думаю, что сейчас мы видим, что некие силы, как скажем, делают все возможное для того, чтобы у народа появилось отношение к верховной власти в России. Примеров сейчас очень много. Вечеринки и прочее, прочее, которые вдруг неожиданно увидят. А их неделю назад не было. Месяц назад развлекалась эта публика как-нибудь иначе. вот тут вы видели раскрытие и так далее и так далее. Но явно, что и власть это тоже хорошо видит и понимает и делает все возможное, чтобы не допустить развитие событий в этом сценарии. Потому что обрушение президентского авторитета это главное условие. Но вот этого я думаю, что они не добьются. Они на это работают все последние два года. Самым активнейшим. так что стараться буду в этом сомнении но я так полагаю, что во всяком случае на ближайшие полгода поезд уникал. Если каких-то ну уж совсем жутких провокаций не удастся организовать пятый полоник я думаю, что этого не допустим. То спровоцировать население на то, что оно скажет горит ясным пламем не полагается. Ну вот если все-таки вернуться к украинскому конфликту, то президент Беларуси накануне саммита ЕС в Петербурге в беседе с журналистами выразил такое мнение, что в следующем году у Киева будет возможно последний шанс как-то все это урегулировать миром, пока не наступил полный крах. А как вы считаете, они воспользуются этим шансом или нам все-таки ждать вот этого вот краха Киева? Зеленский не может воспользоваться никаким шансом, потому что он не является президентом в полном смысле этого слова украинского. Вот Александр Юрьевич он президент Беларуси. И он действительно принимает стратегические решения как тех возможностей, объективные возможности, которые накладывают на любого российского президента и на американского президента представляют, что президент кто хочет приморочу, это довольно странное представление. А вот Зеленский просто не вправе стратегические решения принять. Он может влиять на это. У него есть естественно свои собственные интересы. В основном исключительно или дозревает следование каким-нибудь идеалом Бандеровским например. Зеленский готов коснилить какие-то Бандеровские идеалы. Смешно. Поэтому вариант с тем, что Зеленский и кто-то из его окружения воспользуются моментом и попытаются урегулировать этот конфликт, он ну одна тысячная процента. И еще того менее. Потому что кстати, если он даже попытается это сделать, то наутро все информационные агентства мира сообщат, что русские диверсанты провели атаку на дворец президента. Президент завернувшись в флаг автоблокидный отстреливался до последнего патрона а потом ударил вместе с диверсантами. Вот чем закончится такая попытка. Я думаю, что он это прекрасно знает. И он прекрасно знает, что его личная охрана, стоящая из иностранства, как говорят не очень полнодеющих русским и украинским языком, она, конечно же, исключительно приставлена к нему хозяевами из-за заботы о безопасности. И для того, чтобы в нужный момент организовать эту самую постановку, о которой я говорил. Я понял вашу точку зрения. Хотел сформулировать вопрос, следующий вопрос таким образом, что должно произойти, чтобы Киев понял, что поражение неизбежно, но с учетом вышесказанного спрошу таким образом, что должно произойти, чтобы Запад понял, что их поражение в Украине неизбежно, как вы считаете? В реальности никакого ущерба стратегически Соединенные Штаты пока вынесли. Вот когда у них появятся серьезные проблемы, и они поймут, что решить можно только одним способом, найдя компромисс с Россией, тогда они пойдут на этот компромисс, но не на пять минут раньше. Европа, могут сказать, что вот Европа же действительно страшно пострадала от конфликта на Украине. Она пострадала, но Европа, во-первых, не настолько самостоятельна, чтобы заставить Соединенные Штаты или сепарат Соединенные Штаты пойти на переговоры с Россией на поиск компромиссов, а второй, Америка сработала очень хорошо. Европейцы попали в положение, когда для них мосты сожрены. Для них теперь есть только один способ спасения Евросоюза в полном виде в каком существует сейчас. Это крах России. Без краха России им не выше. Когда Боррелия заявляет и другие заявляют о конфликт с Россией инстанциальный конфликт, обратите внимание, что эту тему раскручивают именно на уровне Европы, не Соединенные Штаты. Почему? Потому что действует Европейский Союз. Либо ему нужны новые ресурсы, сравнимые примерно с тем, что этот хищник получил, тогда он еще не был Евросоюзом, он стал в Союзе переваривать, что этот хищник получил в результате СССР. либо крах на Союз. В том, видев, как он создан, как он развивался, он оказался заложником своего Шрифа. Вспомните, был в Великобритании политик Фарадж, по-моему, его фамилия, он был главным идеологом выхода из Европейского Союза. Так ведь вспомните, какое обоснование он постоянно давал. Почему? Много всяких объяснений экономических и прочее, но касается нас не в последствии. И звучит следователь образ. Европейский Союз намерен расширяться за расширение в Союзе. Куда может расширяться Европейский Союз? На юг? На север? Ледовитый океан? Нет. На запад Соединенные Штаты только на восток. А на востоке находится Россия. И дальше он задавал своим избирателям вопрос. Вы хотите вместе с Европейским Союзом вступить в контент смертельный с Россией? Нет. Я не хочу. Давайте мы лучше останемся в стороне и посмотрим как европейцы будут в очередной раз совершать дранк на кассе. Это говорилось задолго до того, как загремели пушки на Украине. То есть все это все понимали. Поэтому когда Европейский Союз нулевые годы то я сказал, что политика Россия это святая святых, священная корова, которая не подлежит пересмотру, уже тогда была ясно, чем это ведет. Поэтому надеяться на компромисс с Европой я бы не сказал. В Соединенных Штатах, кстати, как и в России тоже скоро будут свои важные внутри политические процессы. Ну, речь о президентских выборах, конечно же. И основными конкурентами традиционно называют Трампа и Байдена. Хотя Трампа сейчас пытаются очень упорно к этим выборам не допустить. Тот же суд в штате Колорадо, если я не ошибаюсь, признал Трампа якобы бывшим мятежником и, следовательно, он не имеет права участвовать вот в этих вот выборах. А как вы считаете, не являются ли подобные, мягко говоря, странные шаги страхом перед возможным возвращением Трампа в Белый Дом? Со стороны демократов, прежде всего. Ну, такой страх, конечно же, есть, но вот здесь очень важный момент. Опять-таки, не нужно обольщаться и начинать гадать на кофейной кущей и думать, что вот придет Трамп и все рассосется. Может быть, придет Трамп, может быть, все рассосется. А вдруг не придет Трамп и тогда не рассосется. Поэтому нужно полагаться не на то, что произойдет в Соединенных Штатах, а на то, что сделаем мы, чтобы при любом руководстве Соединенных Штатов им присутствовать идти на поиск правительственных с Россией. Это более надежный путь. Тем более, что, вот скажите, сейчас много гаданий по итогу выборов президента. А много людей, по-моему, сущие единицы из-за таких канистов предсказывали в свое время победу Трамп. как-то стильной массы в упор не верят. А вдруг случилось такое? Затем многие патентованные американисты предсказывали, что демократическая партия фактически совершит государственный переворот на следующих выводах. Ведь то, что там произошло, если называть вещи своими не нами, без политкорректа, это был государственный переворот. Трампа отставили от власти совсем недемократическими. Кстати, я опять-таки напомню, что еще при президентстве Трампа тема государственного переворота, который готовится демократической партии, принималась руководством Соединенных Штатов тогда. И один из подвижников Трампа, господин Фурианин, ее пытался очень сильно крутить и противостоять этому, но у него ничего не получилось. Так что силы там ой-ой-ой, какие были действия. Потому что Фурианин это не какой-то адвокат, это человек, который возглавлял мегаполис. Это один из влиятельнейших людей Соединенных Штатов, который в этом мегаполисе свернул шею мафии. То есть очень сильный человек не получил. Поэтому вы знаете, как-то гадать, что будет у урн, извините, а что урн будет решаться? Нет, может быть, сделают вид, что урн, но может быть, будет совсем иначе. еще один очень момент. В Соединенных Штатах действительно есть силы, которые ориентируются на то, чтобы не отказаться от гегемонии. Боже, укуси, так, гегенер. Кстати, и Трамп не собирался отказываться от губерна. Трамп просто-напросто предлагал другой способ сохранить Америку на решении пищевой цепочки. Так вот, есть силы, которые рассматривают вариант компромисса с Россией. Такие силы и раньше были. Но я напомню судьбу этих сил. Был такой президент Рузовер он не был другом Советского Союза. Он, кстати, не собирался со Сталином делиться информацией по атомному проекту. Он собирался сохранить монополию на атомное оружие за Соединёнными Штатами. Но он планировал будущий мир, в котором Соединённые Штаты и СССР взаимодействуют. При этом естественно он считал, что Соединённые Штаты будут на лидирующих позиций. Потом он скорпостил Некоторые считают, что совсем не своей смертью. Потом был президент Кеннер, который тоже оказался готов на то, чтобы выйти из противостояния об области Союзом и находить компромисс. Что существовать с ними? Потом был президент Никсон. Так что такие силы есть. Это нужно знать и понимать. но и нужно понимать, чем заканчивали все попытки реализовать такой проект. Знаете, что самое интересное? Сейчас все чаще говорят о том, что, ну, как скоро неизвестно, но тем не менее США придется сбросить кого-то, либо Украину, либо Израиль, в том плане, что им нужно готовиться к будущему противостоянию с Китаем, о чем вы говорили о конфликте в Южной Азии, кстати говоря, вокруг Тайваня. А как вы считаете, насколько перспективы этого конфликта реальны или до открытого противостояния дело не дойдет, как в случае с Россией? Ну, во-первых, я не считаю, что Соединенным Штатам придется выбирать поддерживать Израиль или поддерживать Россию. Для Соединенных Штатов российский режим это инструмент, с помощью которого они пытаются сохранить свою гегемонию. Стоят они здесь за ценой? Нет. На Ближнем Востоке они сейчас спровоцировали все происходящее. Здесь, правда, есть вопрос, кто больше участвовал в этой провокации Соединенные Штаты или Магритания, ведущая свою игру, но это как бы отдельная тема. Там не стоит вопрос о том, что Соединенных Штатов не хватит денег. Помните, какое социальное лобби израильское, еврейское Соединенные Штаты в Демпартии вообще всем заправляют? А какую заявку подавал Байден на финансирование соотношения? Он 60 миллиардов кинусского режима и сколько там миллиардов что-то такое на Донецк. Вот и все. И то, и другое Соединенные Штаты потянут. А насчет конфликта вокруг Тайваня Соединенным Штатам конечно будет конфликта. Китай атакует Тайвань и там начнется тайваньская китайская война. с нашей зрения Беларусь тоже внутри Китайской войны. Мы не знаем о государстве. Но есть и другие варианты связанные с тем чтобы создать на границах Китая очаги напряженности которые бы его ослабляли. Тем более что еще в настоящий момент в настоящее время Китай еще не достиг паритета Соединенные Штаты в Соединенные Штаты в военном отношении колоссально превосходят китай и не только ядерный боезапас помните несколько лет назад президент России заявил о том что Россия начинает оказывать помощь Китаю в создании системы предупреждения о ядерном нападении это означает что это означает что систему Китая есть а плюс к этому не так давно пришла информация о том что Соединенные Штаты начали средней и меньшей дальности в Тихоокеанском регионе около Китая это говорит о чем это говорит о том что в Соединенных Штатах пока остается возможность нанесения Китая обезглавливающего и обезоруживающего первого удара удара по центрам принятия решений по политическим оценкам и удара по стратегическим ядерным силам удара который отвратитель и предвидит Китай пока не может там пока не стоит такая возможность что американцы выпустили мы видели мы тоже там даже образное выражение на западе мертвая рука даже если разнесли все центры принятия решений все равно ответы в Соединенных Штатах не будет так вот у Китая такой возможности еще нет и Китая тоже хорошо поэтому в прямое столкновение со Соединенными Штатами не рвется ни с какого боку и американцы это хорошо знают соответственно могут сантажировать что ж Игорь Сергеевич спасибо вам большое за эту беседу и все-таки будем надеяться на то что положительных тенденций в следующем году будет больше чем в уходящем и с наступающими вас праздниками конечно спасибо я верю тоже что положительных будет больше и вас поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством Кристо